За этот год передвижная выставка «Адмирал Ушаков» побывала в семи поездках – в Кронштадте, на главном военно-морском параде, Краснослободской епархии в детском оздоровительном лагере, а также в Санкт-Петербурге и Ёжкороле. Передвижную выставку о великом русском флотоводце посетили свыше 120 тысяч человек. Ветераны ВМФ города Сарова провели 440 экскурсий. Экспозиция включает 18 стендов и реконструкцию мундира «Адмирала Ушакова» образца 1803 года. Это единственная реконструкция ручной работы в России. Сейчас выставка Музея военно-морской славы участвует во всероссийском конкурсе гражданских инициатив в номинации «Лучший проект». В любом случае, какое мы место не заняли, мы подаем свой проект для того, чтобы можно было финансово поддержать наши масштабы выезда, выставки за пределы нашего города. Потому что мы очень активно, уже начиная с 2016 года, посещаем города и центральную часть России. Ну, вы знаете, даже в прошлом году были уже и на Чукотке. С передвижной выставкой ветераны ВМФ Сарова посещают различные города России, проводят экскурсии для детей и взрослых, рассказывают о жизни, подвигах, боевом пути и духовности непобедимого адмирала. Музей военно-морской славы и сама выставка постоянно пополняются новыми экспонатами. Недавно появилось два новых стенда. У нас в этом году появилось довольно много экспонатов новых, которые мы представляли в нашем музее. Благодаря городу, вы знаете, что мы были участниками конкурсной программы, выиграли грант города, на которых была улучшена наша экспозиция. В том числе было сделано два стенда для нашей выставки, которые впервые, как раз мы и демонстрировали, уже в улучшенном варианте в республике Мариел, в Ишкарале. Ну и потом она посетила, как раз еще и стал участником главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге. Чтобы отдать свой голос за проект, зайдите на сайт «Всероссийский конкурс гражданских инициатив» и зарегистрируйтесь. В разделе «Голосование» выберите регион «Нижегородская область», номинацию «Лучший проект» и уровень подачи заявки «Всероссийский». Или воспользуйтесь QR-кодом, представленным на экране. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова